привет ребята привет мои подписчики на себя камеру показывать поворачивать не буду вы меня и так узнаете короче вот мой хундай 17 года и опять с ним маленькая проблема вы сейчас может слышите машина заведена двигатель трясет еду на ходу 2017 года три года машине всего на такие мелкие какие-то проблемки они меня начинают но пробег правда большой да я ее такси использовал 150 тысяч 146 тысяч майлов почти 147 вот только что ехал в городе не загорается чек начинает колотить мотор как сейчас на и даже на дисплее выдала информацию до что проверьте двигатель круче эти в сервис короче сервис мы конечно не поедем но вот я отпустил ногу данных гибридная машина я отпустил как бы двигатель заглох чек продолжает гореть значит я подключаю диагностический приборчик он у меня уже подключен да так сейчас я вам покажу ну вот наконец я вошел значит ошибка у нас 304 общетекущий пропуск зажигания цилиндр 1 короче какая-то проблема так нерешенный пропуск зажигания цилиндр 1 короче все показывают точнее 1 говорю 4 короче вот эта ошибка p304 она как бы считается p300 да а 1 2 3 4 это будет у вас цилиндр она показывает то есть по цифре даже можно дальше не читать то есть увидели p300 это пропуск зажигания и там бывает 301 302 303 304 этот цилиндр вот у меня четвертый цилиндр значит ошибка p304 что мы делаем точнее о чем мы сейчас думаем да она опять завелась опять колотит значит о чем мы думаем да что у нас может быть пока диагностика нам не нужна мы ее откидываем ошибку даже не снимаем нас это все не интересует сейчас мы для того то есть что может быть этой ошибкой пропуск зажигания может быть свеча может быть провод но у меня высоковольтного провода тут нет просто наконечник может быть катушка самое простое что мы можем сделать такой ситуации это проверить катушку потому что она первая стоит на меня сразу придется снимать поэтому если у нас есть приборчик диагностический то проще всего нам сейчас заглушить мотор и снять катушечку четвертый цилиндр вот она показывает и поставить ее в 3 а 3 снять поставить в 4 и опять завести если начнет там трясти колотить посмотреть какой цилиндр если покажет что 3 куда мы поставили неисправную значит катушка если покажет опять четвертый тогда осталось у нас свеча и если свеча исправная это да вот не хочется об этом думать это что-то с клапанами да то есть туда вымерить компрессию ну давайте вместе посмотрим что мы там увидим ну все я возле мотора снимаю сейчас вот эту крышку и откручиваю значит вот крышку снял и вот сразу мы видим катушки да цилиндры у нас от ремня большинство машин раз два три четыре предположительно а ну из проблем я еще не не все проблемы посчитал еще может быть короче а форсунка допустим да это тоже может быть потому что тут у меня стоит я вот открыл увидел насос вот этот и сразу увидел что вспомнил мотор gd да и вдруг форсунка там тоже с ней что-то бывает тоже кстати нельзя исключать ну у нас бьет пропуск на четвертый цилиндр поэтому мы сейчас снимем вот эту катушечку поменяем ее местами кстати мне удобнее со вторым поменять я вот сюда ее поставлю то есть будем смотреть надо смотреть где удобнее снимать вот тут она немножко одна за другую будет задевать поэтому я лучше четвертую поменяю со вторым вот короче откручиваю так в общем четвертого катушечку я вынял визуально пробоев не видно бывает вот боковая поверхность и видно пробой что ее пробило здесь я ничего визуально пока ничего не вижу значит они вынимаются форсунки на gd-шном моторе вот эту вот серенькую штучку надо вверх а потом нажать то есть пока она опущена вот в ту сторону она не достается то есть внимательно надо быть не давите не душите сначала отщелкиваем ее на себя вот так вот а потом просто нажимаем пальцем она легко снимается так снимаем катушечку второй цилиндр она такая же красивенькая как и четвертый цилиндр в общем я даже не буду тут ничего умудрить я ее сразу ставлю короче и все самое интересное вы можете их даже не прикручивать для того чтобы сделать тест ее вкручивать не обязательно вот просто ее вставляем и даже зажим зажимать не обязательно самое интересное что в моей машине они все уже помечены видите зелененькая красочка такое ощущение что я ее купил с пробегом 14 тысяч и 6 месяцев ей было но такое ощущение что сюда лазили хотя может с заводом зелененькая метят я не знаю но мне это совершенно не нравится все для проверки мы болтики я болтики даже не одевал нам не надо мы сейчас просто заводим и смотрим та что была на четвертом цилиндре она теперь вот здесь должно показать второй цилиндр идем значит перезапускаю мозги заново так показывает одну ошибку ой опять сброс надо сделать ладно сейчас сброшу так мотор так же все у нас колотит и у меня ошибки теперь 4 о цилиндр 2 ну для полноты картины я вот эту четвертую которую что-то мне сейчас все равно бьет да я ее поставлю вообще на первую а из первой поставлю сюда какой-то вертолёт полетел сикорский с двумя этими вот такой вот такой все произвел замену теперь у меня неисправная первая четвертый таки осталось здесь я ее на втором оставил а та вторая которую я ставил сюда теперь она здесь а здесь из первого первой не била идем смотреть в машину ну что завел вот появился ошибка появилась сразу вот есть так общий нерешенный пропуск зажигания цилиндр 2 цилиндр 4 все в итоге оказалось вот та первая катушка я ее на второй цилиндр переставил потом она показала все равно ошибку потом на первый и она опять показала ошибку то есть сто процентов что это катушка но я чтобы не волноваться я решил заменить все четыре потому что пробег большой у меня уже сто сорок семь тысяч майлов это если в километрах это где-то под двести двести восемьдесят наверное так где-то вот ну подбирается к трехсот трехстам тысячам километров да если так в километрах вам перевести то это уже не мало но машина у меня работает все как часы машина 2017 года и я ее обслуживаю хорошо думаю она мне еще столько же должна пройти я вот сейчас купил свечи все таки купил дорогие оригинал иридивые потому что те свечи я проездил приблизительно на ста тридцати тысячах я менял их купил дешевые и что-то вот оно мне не понравилось может кстати катушка из-за этого накрылась из-за свечей я не уверен но а может и из-за этого да что свеча не такая там сопротивление ну не знаю вряд ли но бывает такое вот поэтому я в этот раз купил четыре свечи оригинальные иридивые чтобы так же как и прошлый раз чтобы сто пятьдесят тысяч отъездить и вообще ни пропусков ничего зажигания не знать и четыре катушки тоже новая весь все поставил оригинал в общем в предыдущем видео я об этом рассказывал ну что ребята все таки катушка значит в четвертый цилиндр теперь имеет пропуски и я устанавливаю четыре штуки я купил катушки оригинальные хундаевские вот их номер кому надо да четыре штуки оригинально это на гибрид они четырьмя контактами идут я их брал из кореи оригинальные четыре корейские хундаевские катушечки все четыре я ставил ставлю на свой хундай и в общем то все сейчас работает как часик и вот она отработала чек не загорается я доволен всем пока пока удачи и и удачи и удачи удачи и удачи